Дизель Шоу Мужчина, можно я перед вами проскочу? У меня всего лишь презервативы и шоколадка. А чё, так торопишься? Давно шоколадки не было, да? Да нет, там просто муж уехал. Дальнобойщик? Бизнесмен, командировка. А, ладно, давай, давай. Пожалуйста, презервативы и шоколадка. Тут девушка перед вами, чек открыт. Девушка, вы определились уже? А, да, да, да. Вот, пожалуйста, с ароматом алоэ. На этот раз точно? Ну, вы так спросили, я растерялась. Я надеюсь, она уже заправилась? Ой, да, да, да. И заправится. Какой бензин заливать? А какой сейчас модный? Ну, каким все заправляются? Да. Девушка, это от машины зависит. У вас какая? Беленькая. Ой, точно! Это значит, какие-то светлые тона подойдут. Давайте розовый. Дизеля залей, он дешевле. Давайте, дизель, скажите, а если он машинке не подойдет, его можно потом как-то из бака убрать? Можно, но там придется отца... Да и с бака шлангом, господи. Девушка, какая у вас колонка? Эм, ой, я не помню, я сейчас подружке позвоню, она как раз в машинке сидит. Ну, разговаривает, наверное, со своим бывшим. Ой, у нее такая история была со своим бывшим. Да заправляйся уже! Блин, у меня сейчас из-за одной курицы целая фура таких же пропадет. У меня сейчас реально такая свиданка горит, просто. Девушка, какая у вас машина? Ну, я же сказала, белая. На какой колонке белая машина? Здесь четыре машины, все белые. У меня Сузуки. Белый масс точно не ее. Остается две. Одна из них моя. Слышь ты, фонда крашеная. Ты что, не можешь в техпаспорте посмотреть? Ну, техпаспорт. Это зеленый прямоугольник такой. А, зеленый прямоугольник какая. Это игра такая. Окей, тогда я розовый круг, теперь вы. Да это документ, документ. Документ. А, да. А, да. У меня в машине такой есть, сейчас позвоню подружке, она принесет. Я прошу прощения, там написано, если бумага закончилась, спросите у администратора. Это хорошо, что я заметил до того, как. Слышь ты, танцор, у тебя какая машина? Белая Фабия, а что? Ничего, танцуй отсюда. А, я дверь не закрываю, бумажечку занесете? Да. Опять занято. У него белая Фабия. Ну что, Мазда необъезженная. Стоп! Точно у меня Мазда. Ну, слава богу. На какой колонке белая Мазда? Между третьей и четвертой, ни один швал не натягивается. Ну, ну что вы так смотрите? Я просто все время забываю, с какой стороны находится эта дырочка, в которую вставляют. Мужики, ну дотянитесь там как-то, пожалуйста. Слышь ты, кашхай драный. Ты как вообще поняла, что тебе заправляться надо? Я что, по-вашему, полная дура? Мне муж сказал, когда загорится лампочка, едет на заправку. Но я захотела накрасить губки, опустила козырек, лампочка зажглась. Я здесь. Что я неправильно сделала? Родилась. Походу, у меня курицы в фуре поумнее будут. Девушка, у вас есть наша карточка? Должна быть, сейчас посмотрю. Так, Вомин Сикрет, розовый носорог. А как называется ваш магазин? Наш магазин называется Заправка. Ага, значит я не там смотрю. Девушка, пожалуйста, ну можно побыстрее, у меня через три часа муж возвращается. Вы знаете, я, наверное, у вас первый раз. Мужики, вы меня сейчас убьете, но я обязан спросить. Карточку оформлять будете? Ага! Вы знаете, там анкета, долго заполнять. Ничего, ничего. Скажите, пожалуйста, а что я получу за баллы? В морду! Может, на сайте потом оформите? Нет, потом у меня не будет времени. Давайте, давайте. Так, это, походу, надолго. Алло, Михалыч, второго. Алло, любимая, привет. Слушай, я тут задерживаюсь на заправке. Да задерживаюсь на заправке. Да и за какой-то тупой блондинки. Да какой-то тупой блондинки. Давайте, короче, начинайте без меня. Слушай, давай, наверное, начинай без меня. Так, без меня не начинать. Так, вот, пожалуйста, я заполнила. Я извиняюсь, очень надо, очень. А у вас есть еще одна анкета? Есть. Слышь, ты, су... Зука... Перекрашенная. Если бы была Олимпиада по тупости, ты бы в ней золото взяла. Янчик, Зука, можно ждать возле этой колонки? Я уже все сигареты скурила. Можешь взять пачку еще? Не, извини, у тебя серебро. Так, девушка, у вас наличный расчет, безналичный? Давайте наличный. Так. У вас до полного бака два с половиной литра. С вас 53 гривны. Ой, вы знаете, мне не хватает. Давайте карточкой. Хотел сказать, сейчас переделаю чек. Так, введите пин-код. Ой, я не помню. Не доводи до греха! А, три, два, три, четыре. Пин-код неверный. Дай сюда презервативы. О, пошло, пошло, пошло. Повезло тебе. Недостаточно средств. Ах, да. Я же новые туфли купила. Я как раз совещала, и такие красивенькие... В этих туфлях тебя и похоронят. Нет, почему? Иди сюда! Чем лежать это ограбление? О, повезло опять. Спокойно, спокойно. Спокойно. Лежать, я сказал. Да никуда я не лягу, здесь грязное мне дорогое платье. Я сказал, лежать. Да что ж за день-то сегодня такой, ну? Мужик, завали, я тебе доплачу. Лежать, быстро, быстро. Попал? Вы можете тише стрелять, у тебя голова разболелась. Блин, на вылет через голову прошла. Я сказал, лежать. Ты что, пришел грабить с двумя патронами? Это что, твой брат? А ну, мы будем работать. Девушка, мы дарим вам салфетки, два с половиной литра. Приезжайте к нам еще. Ой, спасибо большое, спасибо. Так неожиданно и приятно. Пожалуйста, презервативы и шоколадка. 300 литров соляры на пятую. Презервативы и шоколадка. На первый занимал. Да отвали, ну отвали. Пятая колонка, таврия до полного, давай. Мадам, я извиняюсь, но на пятой колонке стоит мой масс. Уже не на пятой. Давай. Аварийка, касса закрыта. Аварийка, глушь. Я, конечно, дико извиняюсь, но эта штука зацепилась за мою машину. Мне куда ее девать? Страшнее медведя, разбуженного в зимнюю спячку. Страшнее голодного льва, выпущенного из клетки. Может быть, только подвыпившая женщина, которую не пускают в ночной клуб. Точнее, три женщины. Смотрим. Когда женщины выпивают, им кажется, что они выглядят вот так. Но на самом деле они выглядят вот так. Давай, заглядь, заглядь! Причина остановки. Я спрашиваю, причина остановки. Ян, мы уже вышли из машины. Тихо, я тебя держу. Исходное положение приняли 3-4. Девочки, за мной. Девочки, сегодня вход только по пригласительным. Девочки, я вас приглашаю. Пригласительный, покажите, пожалуйста. Может, тебе еще и сиськи показать? Они у вас что, есть? Ну, у меня есть, что могу показать и проходить. Пригласительный. Вика, аргументируй. Знаешь, что ты? Знаешь, на что мне, замужней женщине, пришлось пойти, чтобы вот так вот просто сходить с девчонками один раз за пять лет на дискотеку? Уложив детей спать, вызвав бабушку из Мукачева. Уложив мужа. Навесав ему вот этой вот лапсы о том, что я на юридической конференции. И если ты думаешь, что какой-то Олег сможет остановить вот этот вот запущенный пятилетний маховик разврата, то он глубоко аж и... Марина, я поняла ее план, она его отвлекает, поползли. Поползли? Девочки, я почти в клубе! Э-э-э, да прекратите вы! А вы проснитесь! Проснулась? Где зубная щетка? Чищу зубы? Девочки, я его сейчас соблазню. Не размахнула? Короче, девчонки, я вам сейчас покажу, как нужно соблазнять мужиков. Давай. Я тебя сейчас поцелую. Я буду рассматривать это как нападение на охрану. Это меня только раз зодорит. Женщина, идите домой. Уже диктую свой адрес. К вам домой. Можно и ко мне? Пиши мой адрес. Женщина, пожалуйста, отойдите от входа. А еще вы на нас орете в женский международный день. Да, сегодня, между прочим, 8 марта. У-у-у! Десятое. Сегодня 10 марта. А я вам, девки, говорила, что в гараже в бочке было не вину. О-о-о! Покупаем. Пакетик брать будете? Нет. Тогда идите в пень. Иди в пень, котик! Блин, Вика, это же твой телефон. Это был мой котик. Короче, девчонки, мы проходим. Женщина, девушка, ну не могу я вас пустить. Слышишь ты, я вот сейчас с тобой, как юрист, говорю, а ху-ху тебе не хи-хи. Чего? Я говорю, позови арзьера. Позови арзьера. Чего? Позови арзьера, что непонятно. Спасибо. Проблемы на входе. Да, у нас тут проблемка на входе стоит со своей фрацей. О-о-о! Девочки, где мое кольцо? Яна, у тебя не было кольца. Я знаю, у меня 30 лет, и я до сих пор без кольца. Ну и ладно, Яна, но ей-то туда реально надо. Девочки, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Значит, этот вот по каким-то своим личным причинам не пускает трех абсолютно отрезвых внемля... 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 Чем ли? Адекватных, совершеннолетних женщин в клуб. Так вот это противозаправно. Это я сейчас как юрист говорю. А я вам как арт-директор говорю. Едьте домой, вы пьяны. Что? Кто пьяный? Тест на отрезвость. О-о-о-о-о! О-о-о! Девчонки, я сейчас отвлеку этих двух дебилов, и мы пройдем в клуб. Ваши девчонки с другой стороны. Девки нас раскусили. Короче, нам надо в клуб, мы зря тратим время. Мы трезвеем. Поэтому скорее езжайте домой, я даже готов оплатить вам такси. Послушай меня, мальчик, никуда мы не поедем. Тогда Олег вас вынесет. Что? До свидания. И вам тоже. До свидания. А я, получается, прохожу. Поговорите, расскажут, кого ты не пускаешь. Алло. Ну че, понял, я понял, понял. Понял. Че, ты понял? Понял, что у вас недостаточно средств на счету. Блин. Значит так, вот сейчас включился юрист. Вам хана, пацаны. Записывай видео. Сегодня, почти 8 марта 2016 года, три утра ночи, клуб высрыл дот, Марина, не вся. Три бедных беззащитных женщины не впускают в клуб с применением грубой, нецензурной, вот это вот выражение, где с превышением собственной камписти. Камписти. Контрацепции. Тогда не помогу. Вигдавирует конституционное право. Все зафиксировано. Вот это уже в интернете. И завтра кого-то уволят с работы. Я даже знаю, кого. Солнышко, миленькая моя. Ну, зачем так пить, миленький мой? Выпей бокальчик два. Я что же так хочу? Я тебе говорила, что без мужика отсюда не уйду. Белый танец я приглашаю. Женщина, что вы себе позволяете? Это не я. Это вино, шампанское и ром-кола. Кстати, вру. Колы я не пила. Так, женщина, если вы будете распускать руки, я одену на вас наручники. Ты тоже любишь эти игры, мальчик? У меня где-то есть плеточка. Так, женщина, я сейчас брызну баллончиком. Давай, ну давай, ну давай. А-а-а, черёмуха моя любимая. Тогда вот это. Подкрепление на главный вход, подкрепление на главный вход, срочно. Сейчас ещё мужики будут держать. Ну всё, девочки, теперь вы точно не пройдёте. Мы сейчас пойдём, как древние теутонцы свиньёй. Срочно, на старт! Внимание, князь! Фу, ну слава богу, пронесло. Интересное наблюдение. Некоторые девушки, когда едут в отпуск одни, всё равно снимают два номера в гостинице. Один для себя, второй для своих вещей. Саша! Сашенька, подойди ко мне, пожалуйста. Ян, ну не сейчас. Я сказала быстро. Ай. Яна, там уникальный момент. Кировоградская зирка обыгрывает Барселону в финале Лиги Чемпионов. Я её до финала два года тянул. Саша, сейчас будет уникальный момент, когда я разобью тебе твою приставку, которую сама же подарила. Давай, помоги мне собрать сумочку, у меня ногти накрашенные. Да откуда я знаю, что туда ложить? Саша, я тебе буду говорить. А? А куда это ты намылилась? В командировку. Я тебя предупреждала. А если я тебя не пущу? А если ты меня не пустишь, я никуда не поеду, тебе придётся продать свою приставку, устроиться на работу и стать кормилицем в семье. Чё сразу угрыжать? Чё сразу угрыжать? Спросить нельзя. Давай, давай быстрее, я опаздываю. Прям как перед сексом. Яночка, а зачем вот тебе столько полотенец? Одно для рук, второе для ног, третье для тела. Ян, для твоего тела подойдёт одно для рук. Саш, и положи мне, пожалуйста, это, платье вечернее в самый низ. Квест начался с самого сложного задания. Саша, оно на плечиках висит. А, на плечиках? Блин, помогло. Да, и найди мне шесть невидимок. Ха, как же я тебе их найду? Они же невидимые. Саша, шутка старая. Шутка старая, проблема-то свежая. Бельё, бельё положи. Бельё? Ты же его вроде в химчистку хотела сдать. Саша, нижнее. А, нижнее? Ну да, снизу вроде посвежее. Слышь, а чё сейчас в поездах постели не дают? Саша, просто трусики и лифчик Виктории Сикрет. Чей? Я не понял, ты что, за какой-то Викой донашиваешь? Саша, это бренд такой, сексуальное бельё. Ничего себе. А чё это я только сейчас узнаю, что у тебя есть сексуальное бельё? Да потому что зирка два года шла к финалу. А где оно? На отдельной полочке. Хо, значит, мои труселя вместе с носками, ремнями и галстуками в коммуналке тиснятся. А у какой-то Виктории отдельная полочка. О, слышь, я, походу, твою немедимку нашёл. Саша, да, это именно они. Положи мне, пожалуйста, их. Нет. Я лучше труселя поищу. Потому что если ты в этой верёвочке от Виктории поедешь, ты себе все секреты застудишь. Саша, просто положи их. Мне в них удобно. О, тебе в них удобно. А обо мне кто подумал? Нет. Вот с этими и я себя комфортно буду чувствовать. Саша, сумочку красную. Сумочку красную. Ой, ё-моё. Так, это задача со звёздочкой. Слышь, Яна, подойди сюда. Саша, ну в чём проблема? Я не понимаю. Ну красная сумочка. Ты даже не представляешь, какая тут проблема. Саша, ты чё, дальтоник? Да я вот уже сомневаюсь. Слушай, а у тебя есть сумочка другого цвета? Саша, конечно же есть. И какого? Светло-красная, тёмно-красная, красоватая, кровавая, бордо. А тебе нужна именно красная. Да. И под красное платье. А, под платье. Фу. Так, нормально. Ах, вот чё мы приумолкли, да? Саша, красная сумка. Яна, где здесь красная сумка? Саша, ты чё, вообще слепой? Тут нет красной сумки. Господи, кусок идиота. Вот красная сумка. Окей. Да, и лак мне ещё положи. Какой? Только не красный, только не красный, только не красный. Жёлтый. Только не светло-жёлтый. А, короче, там разберётся. Сашенька, и духи положи. А какие духи? У тебя их столько, что можно в ванну набрать. Те, которые ты мне подарил. Так, квест продолжается. А, Янушка, а на какой праздник? Саш, ты мне всего один флакон дарил. Они чё, размножаются. А, ладно, короче. Там им с лаком не скучно будет. И, Сашенька, ресфедер. Ресфедер. Правильно говорить, перфоратор. Нахрена мне ей надо? Непонятно. Саш, и положи мне ещё туфельки на шпильки, туфельки без шпильки, туфельки на платформе, сланцы, аги и сникерсы. Да. Только последняя понял. Всё, такси уже внизу. Так, положи мне ещё реглан. А, реглан, реглан. Саш, это пулловер, реглан. Ага, понял. Вот. Саша, это ридикюль, реглан. Это торшер, реглан. Блин. Саша, ты что, реглан? Яна, короче, если ты такая умная, сама собирайся, всё. Этого будет достаточно. Остальное там докуплю. Всё, поехала я, помощничек. А как? Сникерсы не забудь одеть. Говорят, женщину за рулём боится даже женщина за рулём. Ведь по статистике 70% аварий происходит по вине женщин за рулём. Остальные 30% по вине женщин на пассажирском сидении. Все вы помните историю двух женщин, которых мужья пытались научить водить машину на парковке супермаркета. Летом девушки получили права, и история получила неожиданное, хотя нет, вполне логичное продолжение. Смотрим. Ой-ой-ой-ой, ёщенки, подруга! Ну ты попала! Ну это минимум три штуки! Как ты это определила? Да элементарно, у меня сапоги в багажнике новые лежали! Коза! Сама коза! Что с машинами делать будем, а? Так, давай так. Кто нам эти машинки подарил, тот пускай разбирается. Алло, Буся, привет! Буся, представляешь, я хотела припудрить носик, и мне потом как кто-то ударил по попе? Нет, я не дома. Я в машине. Егорушка, а я тебя люблю. Нет, сегодня больше, чем позавчера. Да, как ты догадался? Блин, он меня убьёт. Давай так, мы были в магазине, выходим, а тут такое. Нет, 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 тогда мой точно меня убьёт. Никаких магазинов. Давай так, мы не были в магазине, выходим, а тут такое. Мясы идут. Здорово. Привет. Прикинь, седьмой раз за месяц, а? У меня уже десятый. С юбилеем. Спасибо. Первый раз где был? Ну где? В автосалоне. Стандартная ситуация. Второй раз знаешь где? Где? На выезде с автосалона. Прямо сейчас с тобой ноздря в ноздрю идём. Вот третий раз в жизни не догадаешься. СТО? Прикинь, нам даже золотую карточку как постоянным клиентам выдали. Такую. Вика, выходи, я тебя видел. Как символично, да? Что ты ехала оформлять страховку. Помолчи, я иногда взводе. Через 200 метров конечная точка. Чуть-чуть не доехала, да? Да заткнись ты. Что? Я ему. Буся, скажи, а правда хорошо, что у нас с тобой полная каска? У нас полная жопа, Яночка. Причём третий раз за этот месяц. Краска даже не успела высохнуть, ну. Бусечка, ты же меня не будешь ругать, а? Коснусь. Спасибо, Буся. Всё, давай, я звоню в страховую. Ну? И как это произошло? Я не могла отключить будильник. Я не знаю, где он отключается. Какой ещё будильник? Который вот так делает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Буся, а помнишь, после последней аварии у нас багажник не открывался? Ну? Сейчас открывается. Класс, ты починила машину. Да, да. Ну? Кто в кого въехал-то? Я всё помню. Кажется, по-моему, вначале я в неё. Но потом, сразу, как только мы разъезжались, она в меня. Потом опять я. Потом снова она. Два раза. Она больше. Она больше. Сядь в машину. Что я делаю не так? Я же её покрестил. Машину осветил. Да я эту машину у батюшки покупал. Вообще в этом смысла никакого нет. Мы два раза свою светили. И что? Два раза в церкви ворота меняли. Яночка, солнышко. А? Иди сюда. А? А ты помнишь, ты хотела колечко с бриллиантом? Да? Так вот оно. Где, Буся? Ну вот же, вот. Смотри, вот. Ну где, 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 где? Теперь ты понимаешь, почему я ей машину купил? Здравствуйте, страховая. А это снова вы. До свидания. Егорушка, я не виновата. Я хотела поворачивать направо. Ну ты же ехала задом. Ты же могла перепутать. Я что, по-двоему дура? Не задавай мне риторических вопросов. Так вот, я знаю, когда едешь назад, в какую сторону роль крутишь, в такой она поворачивается. Я поворачивала вправо. А где у нас право? Где браслетик, который я тебе подарил, а? Я его сняла, он к этому платью не подходил. Так, все. Все, давай включим. Ключи. Ну что так сразу, что так сразу, что так сразу? А давай, это будет подарок на день рождения. На два. На три. С сорокалетием вас, женщина. Нет, ну, я вот, я все равно не понимаю. Ну как можно было так въехать? Ну как? Ну, очень просто. Я хотела ехать прямо. Я нажала кнопочку, по-моему, вот эту. Потом опустила рычажок и покатилась обратно. Вот ты никогда меня не понимал. Здравия желаю. О, наконец-то, наконец-то. Необычная ситуация, правда? Почему? По-моему, очень необычная, все понятно. Кто-то хотел ехать вперед, нажал кнопочку, наверное, вот эту. Опустил рычажок и покатился назад. Видишь? Вы такой умный. Да, мы просто так три машины развили, да? Ну, может, вы выясните, кто прав, кто виноват? Да, надо для начала тормозной путь померить. Да что там мерить, пишите. У моей тормозной путь 29 лет. Буся, мне всегда 18. Пишите 18. Нас вообще в академию учили. Тот, кто сзади въехал, тот виноват. Ну? Получается, что в этой ситуации никто не виноват. Ура! Как хорошо, когда все хорошо кончается. А можно с вами сфотографироваться? Конечно. Слышь, может, попросим их права у них забрать, а? Да сейчас. Кто меня пьяного домой возить будет? Я, когда пьяный вдрызг даже, я все равно боюсь с ней ездить. Буся, он такой... Нет, нет, Яна, он с нами жить не будет. Слушай, а давай на выходных вдвоем мотнем на рыбалку, а? Нет, 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 я хотел бы хоть одни выходные провести без вашей семейки, ладно? Без одни. Буся, мы тут с Викусиком решили, что завтра мы берем ваши машинки и едем в бутик-плазо. На праздничный шоппинг. Метро. На автобусе поедем. Пешком пойдешь. Пешком пойдешь. Когда девушка в двадцатый раз поймала букет невесты на свадьбе, она поняла, что ее место в футболе на воротах. АПЛОДИСМЕНТЫ Яна, нам надо с тобой расстаться, потому что ты глупенькая. Нет. Яна, нам надо с тобой расстаться, потому что ты глупая. Кого я обманываю? Яна, нам надо расстаться, потому что ты тупая. О, нет, не поймет, не поймет. Вот, Яна, нам надо расстаться с тобой, потому что ты, потому что ты, потому что ты, потому что ты... Прости, я опоздала. Вот, потому что ты все время опаздываешь. Прости, я опоздала, потому что два часа стояла в очереди под дождем, чтобы купить тебе подарок. Теперь у моего зайки есть шарфик. Блин. Яна, нам надо серьезно поговорить. Да-да-да, очень серьезно поговорить, я помню, да-да-да, секундочку. Давай. Яна, мне действительно сейчас не очень легко говорить. А, да-да-да, все, я поняла, я поняла, я поняла. Яна, дело в том, что... Прикинь, как я могла проглотить ключик, если у меня рот был закрыт. Яна, понимаешь... Слушай, как хорошо, что ты пригласил меня в этот ресторан, да? Здесь же мой папа делал маме предложение. Ой! Яночка, можно немножко помолчать? Дело в том, что я тебе хочу сказать, что я как бы... Ну, вот... Яна, что ты делаешь? Не обращай внимания, так будет, что детям показать. Каким детям? Ой, ты скрипача сюда позвал? Никого я не звал. Он сейчас работает. Ты же мой... Это точно оно, это точно оно. Саша, а попроси, чтобы он сыграл мелодию, подходящую для этого момента. Так, ты закрой рот, а ты закрой свою музыку! Хотя нет. Вот это вот, закрой. Вы уверены? Да. Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? Теперь это будет наша песня? Боже, я такая счастливая, такая счастливая! Вообще, очень-очень-очень счастливая! Ух, какая я счастливая, Саша! Ты что, не купил? Нет. Я так и знала. И поэтому решила тебя подстраховать. Яночка, пожалуйста, мне нужна всего лишь одна минута. Да? Мне надо сказать всего одно предложение. Предложение, да! Яна, понимаешь, бывает такое между людьми, они влюбляются, потом они некоторое время встречаются. встречаются, потом долго живут, да, а потом... БАС! Я согласна! Так, все, мне надо выпить. Да-да-да, шампанского! А, и стакан водки, пожалуйста. Пожалуйста, шампанское, ваша водочка. Яна, я полюбил другую. Я знаю, раньше я была дурой, но теперь я совершенно другая, и мне так нравится, что ты это ценишь. Да он бросит тебя, хочет, дура! Расстаться, кинуть, разойтись, разбежаться, ну! А-а-а, поняла. Ой, спасибо вам большое. То есть ты подговорил официанта, чтобы он мне оскорбил, а сам бы его потом ударил? М-м-м, ты мой рыцарь! Ну не нужно было этого делать, я все равно согласна! Это вам за счет заведения. Ой, как хорошо, что мы в этом ресторане. Как раз здесь и свадьба сделаем, да, такой небольшой, человек на 150, и пусть именно этот официант нас обслуживает. Он такой хорошенький! Да что ж такое-то? Это оно, это оно, это оно, это оно, это оно, это оно. Не оно, не оно. Короче, давай я тебе по-другому объясню. Ага. Помнишь, я на две недели уезжал якобы больной бабушке? Помню. Так вот, никакой бабушки не существует. Не дотянула старушка. Ай, всю рассадку менять. Так, бабушку вечерки мою, здесь сядет тетя Лариса. Яна, я разменяюсь, но мне надо в солярий. Счастливчик. Вика, ты следующая? А-а-а! А-а-а-а, ну и как мы сделаем нашу свадьбу? Свадьбы не будет! Что? Допёрла. Боже, как мы с тобой похожи. Я тоже не хочу никакую свадьбу. Просто по-тихому распишемся и улетим на океан. Так, Яна, я сейчас тебе скажу, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, да. Вот прямо сейчас тебе скажу. Прямо сейчас, да. Яна, это твои родители? Да, я ещё и твоих позвала. Папа, мама, ну что ты? Ты такой молодец, сынок. Сынок, ты такой. Давай. Я готова. Выходи за меня. Ой, как это неожиданно. Ты ещё и с размером угадал. Ой, спасибо. Мы берём на себе ресторан. А наша мама проведёт свадьбу бесплатно. Давайте знакомьтесь. Ой, Саша, такой большой бриллиант, дорогущий, наверное. Ой, я же ещё в солярии успеваю. Всё, спасибо за предложение. Я в солярии. Викуся, подожди. Алё, Катя, нам надо с тобой серьёзно поговорить. Нет, только не в ресторане. Только не в ресторане. Я тебя прошу. Пожалуйста. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом. А всё остальное смотри мне эфира.